Ах да, просто нажимаем пробел, ой-ёй-ёй, ребята, начинается отчёт, и приготовьтесь к тому, что вы не будете понимать, что я говорю. Всем привет, друзья! Космос и точка! Но опять совершенно малюсенькие проблемы, видите ту метку? За 7000 блоков это место моей смерти, и как вы понимаете, я совершенно немножко сдох и потерял все свои вещи. В том числе и эти вещи для дыхания, так что мы берём и молча всё это дело восстанавливаем. Чё-то я уже забыл, как крафтится сталь, то ли из слитков железа, то ли из железных пластин, так подождите, жжжж, не иди процесс, ага, угу, так у нас ничего не получается. Значит пробуем заменить железо на железные пластины, и у нас тоже ничего не получается, подождите, но, по-моему, всё правильно. А-а-а, точно, уголь надо было положить по сторонам, и у нас, по идее, всё получается, ага, сжатая сталь готова. Потребуется несколько штучек, так что мы сразу всё это дело сделаем. Сама маска крафтится изи, а вот над оборудованием придётся немножко попотеть. Какая-то кислородная фигня, ну что же, вроде бы все вещи для её крафта у нас уже есть, ровно хватает стали, и тадам, готово, почти что. Осталось обложить трубками, и кислородное оборудование готово, и по идее, это все те вещи, которые мне потребуются для дыхания в космосе. Надеваем оборудование, надеваем маску, и у нас остаётся ещё два свободных места. Справа это парашют, а слева фиг знает, чё это такое. Я помню, эту вещь мы использовали при крафте ракеты, но она нам нужна или нет, я как-то вообще не знаю. Очень странная новость, ребят, у нас куда-то пропали овцы, и не только у меня, у зомбаря тоже ничего нету. Как так получилось, их кто-то убил, или они сами ушли, или они вообще вымерли, я не знаю, ребят, но если кто-то видел, кто с ними что-то сделал, или как они ушли, то напишите обязательно в комментариях. И сразу отвечу на ваш вопрос, Дима, что с прорисовкой? Ребят, всё просто снимаю на ноуте, ноут вообще не мощный, и поэтому приходится жертвовать чем-то. В моём случае прорисовкой, ну а мы приступаем к крафту парашюта. Ну как приступаем, вообще-то у меня всё уже готово, и вот этот холст крафтится очень просто из ниток и палок. Его мы тоже надеваем, и по идее теперь мы полностью готовы к запуску ракеты. Но если честно, ребят, мне капец как страшно, поэтому давайте немножко успокоимся и сменим тему. Внезапная рубрика по гостям, но ходить по гостям с такой прорисовкой вообще, ребят, не круто, ничего не видно, но давайте поста... Ух ты, ничего себе, чё это за башня такая? У этого парниша есть миленькие занавески, за это лайк ставлю, потом... Так, это механизмы всякие разные, так, ух ты, ниже можно пройти, и у тебя, и у тебя. Опять какие-то неизвестные мне механизмы, и смотрите, у него есть даже сейф. Братишка, а чё насчёт ракеты? Просто, типа, у всех есть ракета, а у тебя даже нет верстака НАСА. Может быть, я чего-то не понимаю. Но вот у твоих соседей, например, есть ракета, и она... Ну, 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 чуть-чуть выше моей. Насколько мне известно, эта ракета аж шестого уровня, и я не понимаю, как они её скрафтили. Нет, серьёзно, в прямом смысле этого слова, я не знаю, как крафтить эту ракету, и... А где остальные ракеты? Как я понимаю, этот парниша улетел, потому что платформы нету, а тут платформа есть, но ракеты нету. Ухм. Это какой-то новый феномен, ракета, которая застывает в воздухе, смотрится, конечно, странно. Ой. Чё-чё-чё-чё происходит? К чему платформа под этой ракетой сломалась? Ребята, ребята, я реально чего-то не понимаю. Ну, хорошо, что с моей ракетой вроде как всё хорошо, и нам бы пора подумать об энергии там, в космосе, и у меня только один вариант в виде солнечных панелей. И, блин, для этой солнечной панели потребуется вещь, которую я уже сломал, и мне сейчас заново придётся её строить. Производитель микросхем. Да, помните, как я его в прошлой части немножко сломал и... Заново строим. В принципе, крафтится вообще элементарно. Этот механизм мне нужен только ради продвинутой пластины, и она уже готова. Сжатая сталь уже есть. Шесть тоже изи, и это чё такое, и, и, и... Походу изи. Просто пихаем сюда лазурит, и получаем целых 9-9-9 панелей. Это много? Сначала получаем одни панели, а потом из этих панелей получаем другие панели. Всё, в принципе, просто. И вот продвинутая солнечная панель уже готова. Она у меня в руках, и мы, по идее, готовы отправиться в космос. Но у меня очень плохое предчувствие, что я чё-то забыл. Наверное, самое важное, это забрать с собой загрузчик топлива. Ну, да, то обратно мы просто не улетим, мы не сможем заправить свою ракету. На всякий случай захвачу два ведра с топливом. Я не знаю, сколько мне потребуется, но пусть будет два. И, конечно же, собираю наши механизмы для сбора кислорода. И ещё кое-что забыл, боже мой. По идее, на луне растут деревья, так что я с собой захвачу вот эти вот саженцы розовой вишни. Они, по-моему, очень красивые. По-моему. Но и про листочки я тоже не забуду. Сейчас только найду дерево, которое мне не жалко, и чё-то все деревья мне жалко. Листва белой вишни. Сейчас мы немножко подровняем верхушку, и этого хватит. Блин, как же я надеюсь, что я ничего не забыл, и что эта фигня мне не потребуется. Ребята, мы, внимание, готовы к старту. Восьмая серия, и мы готовы сделать это. Я сижу в ракете, вы сидите где-то там, но мы... А чё нажать-то надо? Ах да, просто нажимаем пробел. Ой-ёй-ёй, ребята, начинается отчёт. И приготовьтесь к тому, что вы не будете понимать, что я говорю. Десять, девять, восемь, семь. Боже мой, ребята, это серьёзно мой первый запуск ракеты. И, наконец-то, я делаю это сам, а не смотрю на кого-то. Сколько раз я наблюдал, как люди это делают со стороны. Но вот, наконец-то, это моя ракета. Я в ней, и... Луна, я иду к тебе. Вы слышите это? Мы взлетели так высоко, что ракеты теперь вообще не слышно. Офигеть! Сколько тут планет, и сколько тут систем. Но нам нужна, по идее, Земля, и... Чё? Чё? Какая космическая станция? Я... Не совсем понимаю, о чём они. Кликаем на Землю. Отлично. Вот наша Луна. И... И... Запуск. Всё. Всё, я на ней. Вижу нашу космическую станцию. Отлично. И надо нажать Space, чтобы замедлить падение. Отлично. Я зажимаю. Падение замедляется. И мы понемножку, помаленьку опускаемся. Так, очень опасный момент. Тут рядом какое-то здание. Какие-то люди тут живут. Но вроде прошло всё хорошо. И... Это, по идее... Либо можно сломать. Ой-ёй-ёй-ёй. Всё хорошо, я всё правильно сделал, надеюсь? Мне выпала ракета. Хорошо. И площадка тоже есть. И... А, это я следы такие оставляю здесь. Боже мой! Я думал, это какой-то предмет, который мы сможем поднять. Окей, ладно, давай. Ой, как тут прыгать можно? Классно! Вижу какие-то факела и... Братишка... А тут кто-то есть у нас? По идее, этот посадочный модуль надо сломать. Я так... Ну... А... Ой, упс, упс. Надеюсь, я ничего не сломал. Тут кто-то выращивает деревья. Замечательно. И чей-то заброшенный дом из лунного грунта. Так-так, смотрите, кого я там заметил. По-моему, это был крипер. И он был немножко, немножко в... Ну, вы сами понимаете, да? Космический крипер, который нацепил на себя кислородный баллон. Окей, это очень странно. Упавший метеорит. По-моему, это что-то очень ценное. И надеюсь, я это сейчас сломаю и это выпадет. А, всё хорошо. Из этого метеоритного железа я могу сделать... Вот такие вот кусочки... Метеоритные кусочки. А... А смысл? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, зачем нужно это... О, ещё какая-то руда. Подождите, стой, стоять, стоять, стоять. Оловянная... Серьёзно, обычная оловянная руда. И всё. Медь никогда лишней не будет. Так что мы, наверное, немножко здесь погуляем. И я точно знаю, что тут есть какие-то боссы. Не именно в этой пещере, а вообще. И если честно, ребята, немножко стрёмно кого-то встретить и сдохнуть. Именно здесь, и в первый раз на луне, и сдохнуть вообще не круто. Но меня только что... Ой-ой-ой-ой-ой. Вы это видите сейчас или мне кажется? Это скелет, который, во-первых, стреляет... Что? Почему я его не вижу? Откуда эти лети... Что? Что происходит вообще? Откуда летят эти стрелы? Почему скелет, который в меня стреляет этими стрелами, вообще невидимый? Ребята, чё-то мне немножко стримновато здесь находиться. И, ой, я нашёл людей. Замечательно. Но все базы, которые я здесь нахожу, они какие-то разрушенные. И я... Ой-ой-ой, господи, как я испугался сейчас. Валим оттуда. И смотрите, что я нашёл. Походу, это шахта, база, логово, дырка, нора босса. Но спускаться туда я не хочу. Из скриперов тут падает редстоун. Это очень странно. Прям очень странно. Давайте попробуем обустроить свою базу. Ставим, в принципе, блок земли. Потом вишню. И мы её выращиваем. Замечательно. Повторяем это несколько раз. И ставим наши механизмы вот так вот. Так же, как и в прошлый раз. Окей, не паникуем. Кислорода ещё очень много. Давайте лучше поставим солнечную панель. И проведём провода, которых у меня тоже, чёрт возьми, нету. Но, блин, я же точно помню, как брал их. А давайте-ка на этом будем понемножку заканчивать. А то я буду так болтать-болтать. А тем временем кислород-то кончается. И он, блин, не бесконечный. Я жду от вас каких-то либо советов или какой-то либо помощи. А то, как бы я остался в ловушке на луне. Да, как бы не сильно хорошо получается. Не стесняйтесь, пишите свои комментарии. Я все комментарии читаю. И мне остаётся пожелать вам только одного. Удачи вам, ребята. И до новых встреч на моём канале. И не забывайте, что ссылка на этот сервер есть в описании. Если что, Spacecraft. И присоединяйтесь, догоняйте меня, обгоняйте меня. Строите вместе со мной, развивайтесь и так далее. Ещё раз. Ой, кто это? Кто это? Это Кулгеймер. Боже мой, боже мой. Как ты вовремя? Ты просто не представляешь. Чувак, я знаю, ты смотришь это видео. Чувак, тебе просто офигеть. Какое большое спасибо. Офигеть, офигеть. Тебе просто огромнейшее спасибо. Ты меня очень, очень сильно выручил. А вот теперь на очень, очень радостной ноте мы с вами прощаемся. Мы заканчиваем. И почему бы вам напоследок ещё раз не пожелать удачи. И, ребята, увидимся на моём канале. Всем пока.